Здесь у нас нефтянка, тенденции опять таки есть, но данная тенденция у нас на между дневная. Вчера движуха, сегодня весь день консолидации. Такие есть, опять же у нас трехминутный масштаб, такие конструкции лучше смотреть на более старший масштаб. То есть на десятке, допустим, будет выглядеть идеально. У вас все это замкнется в три раза, получится достаточно ярко выраженное движение, более компактное уровень наклонной и дальше на прорыв движуха вверх. Соответственно, вход осуществился правильно, но только опять же не без проблем. Немножко здесь пришлось поковыряться. Ча сделка? Угу. Здесь что у вас, запутались? Ну вот, да-да-да. Это стандартно, да. Газ с тормозом. Это да. Понятно. Ну, в итоге зашли правильно. Вопросов нет. Стоп 18 пунктов, он выставлен тоже корректно за эту петельку. В принципе, он... Ну, как бы, в данной ситуации нормально. Здесь нужно было понять, как его подтягивать. Подтягивали стоп, нет или он все время... Ну, здесь основа... Здесь так движение резко пошло, что вы быстро взяли цель и не было сомнений. Обычно трейдер начинает думать, как, когда подтянуть стоп. Движение вверх. Дальше, допустим, на пробой пошли. И дальше вот трейдер ставит стоп-лосс. Дальше движение иногда может идти вот так вот. Раз, и вы здесь закрылись. У вас не было даже повода подумать, чтобы стоп-лосс тянуть. А иногда бывает, пробой произошел, да, потом это, потом... Ну, и как-то вот так вот идут медленно к вашей цели. Ну, тогда вот эти проторговочки, в принципе, обычно используются для подтягивания стопа. Ну, там ситуация от ситуации зависит, конечно. Но, в целом, это нужно использовать. То есть, стоп, ну, нужно тянуть вслед за ценой, если есть сомнения, потому что иногда рынок идет ярко выраженно, иногда он идет с остановками с этим, лесенкой, так сказать. Стоп нужно тянуть вслед за ценой. Мало ли что, они развернутся, чтобы вы не получили убыток. То есть, сделку нужно обезопасить, когда они идут в вашу сторону. Ну, и в целом, это, во-первых, для того, чтобы обезопасить сделку, как запасной парашют, да, вовремя выскочить с позиции, если пойдет резко против вас. С другой стороны, нужно быть достаточным, на достаточном расстоянии от текущего уровня цен. То есть, не тянуть стоп очень близко, иначе вас выбьет. Нужно на определенном расстоянии. И третий момент. Такая техника помогает максимизировать профит. То есть, вы закрываете цель вторую, а третья цель у вас 30 процентов позиции в голове, допустим. Она не выставлена в виде тейк профита. И, в принципе, если день трендовый, хороший, ударный, то может таким образом вытянуть максимум. Ну так, тянуть, 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 и до 18.45 выйдет тянули. И там, бац, остаток закрылись. А он может быть очень вон тву-таун, может быть. Потому что дни бывают совершенно разные. Вот, иногда так. Но это на волатильных инструментах, волатильный период, когда есть признак ударного дня на криптовалютах, это тактика, которая идеально работает на криптовалютах. То есть, когда там может актив пройти 30 процентов в день или 50, и вы этого не знаете еще. Тогда это единственное, что может спасти. Потому что очень много я видел, даже в мастер-группе ребята закрываются в 7 процентов плюс. 7, 8, 9, 10. Вот 4 у них там каскадик так сработало. Вроде кажется, шагом в 1 процент. День закрывается плюс 32 процента по инструменту. И его профит такой маленький, кажется, на графике. Но в 4 там в раза больше прошло. Вот. Но это касаемо криптовалют. Мы по ним как-нибудь отдельный надо выпуск сделать, разобрать сделочки этого года. Здесь все было сделано правильно. Единственное, хочется на более старшем масштабе увидеть, там будет красивее. Движение, проторговка, продолжение, две цели. Вопросов нет. Так. РТС на гэппе. Попытка, да, что-то здесь очень было мощно. Что здесь было интересно? Ну, очертил, как бы, скай уровень, зону. И пытался взять вверх. Ну, сигналы не шикарные. Сигналы... То есть, при маркет Китая одного мало. Нужна СНП, нужна вся Азия, чтобы перла вверх. Китай сейчас очень так резко реагирует на вот коронавирус. У него то в один день сильно в минусе, то в другой день в плюсе, в отскок. Не повторяет там, так сказать, всю Азию. Поэтому, ну, и то, что я услышал, сигналы такие. Слабоватые. Слабоватые, но вчера был такой гэпп, я не открывал. Вчера, я думал, сегодня взять. Ну, нет, они в итоге-то вон сходили как сильно вверх, да. Но после открытия позиции, я так понимаю, что они резко вниз рванули. Да. А где стопы? В голове? Открытие на гэппе, что ты не ставишь? Ну, не в таком. На гэппе мы открываемся, когда классный при марке. То есть, все должно быть очень сильной. Сильной должен быть при марке. Для открытия вверх один процент по СНП, процент по нефти, Азия вся в зеленой зоне. То есть, должно быть как бы единогласно все в зеленой зоне. Что-то меньше, что-то больше, понятное дело. Но только тогда есть некая вот эйфория. И тогда мы можем рассчитывать на гэпп там в тысячу, в полторы, в две пункты. Вот. А здесь, ну, в качестве тренировки окей. Понятно, что у нас там многие только тренируются на гэппе торговать. В качестве тренировки окей. Но здесь нужно было аккуратно, потому что здесь что-то многовато контрактов, по-моему. Судя по количеству. То есть, если в качестве тренировки вам достаточно одного контрактика. Ну, потому что заходить большим количеством контрактов, когда такой не ярко выраженный при марке, это очень опасно. Здесь мимо себя пропустили прилично. Здесь вы даже от стыда, видимо, шкалу цены стерли, чтобы мы не ругали. Ну да, объяснять теперь случайно. Да, потому что здесь дофига было мимо. Это опасно очень. Это очень опасно. Я опоздал сегодня в премаркете. Можно было консолидацию очертить и поддержать прикрыть хотя бы 50%. Ну, обычно так бывает. Если трейдер пересидел убыток какой-то, потом только приходит в ноль или в небольшой плюс, он быстрее фиксит, чтобы как бы обезопасить себя. Потому что сам понимает, что уже влез в плохую сделку. Потому что здесь гордиться нечем. Да, но при этом плюс-то закрыт. То есть, по сделке плюс, но если разбирать подробно, то здесь куча всего. Корень всего этого – это слабый премаркет. На таком премаркете можно попробовать потренироваться. А как тренироваться, если нет вообще гэпов, допустим? Но одним контрактиком, может быть, даже не на РТС, а на берег каком-то. Чисто технику оттренировать. Но пытаться на таком заработать в премаркете – это нереально. Так что, идем дальше. Спасибо. Ну а теперь мы попросим нашу шеф по дилингу, Алексея, продолжить разбор сделок ребят из нашего дилингового зала. Алексей, прошу. Мы знаем, на рынке было сильное коррекционное движение после сильного снижения нефти. Всяж идет отскок. И, естественно, рынок наш также продолжает реагировать и на сильное движение нефти. Что мы видим на сделках, которые представили участники? Ну, здесь торгуется фьючерс на нефть. Великолепная, хорошая конструкция разворотная. Абсолютно правильный вход. На свече подтверждение. И здесь трейдер взял первую цель – 30 пунктов. Системная, хорошая сделка. Далее. Вот здесь мы видим пример использования торговой системы на новом инструменте. Это фьючерс на ВТБ. Но мы видим, что система работает. Абсолютно хорошая разворотная конструкция. Удержание уровня. Вход на свече подтверждение. И посмотрите, сколько взято. Стоп здесь. Ну, здесь указано в процентах. Но чтобы понимать, о чем идет речь. Стоп 14%, взято 33%. То есть, фактически, два к одному – очень хорошая сделка. Как мы видим с вами, системный вход, даже на том инструменте, по которому мы пока еще торговые системы только испытываем свою, все работает. Поэтому я думаю, что еще несколько таких скринов, и будем рассматривать вопрос о том, чтобы включать данный инструмент для внутридневной торговли. Ну, здесь мы видим торговлю фьючерс на нефть. Что у нас здесь получилось? Значит, здесь правильно сделано, что приведен базовый инструмент, кредитинг юв. Отрисовка консолидации. Вход в момент пробоя, как вы видите. И, соответственно, недолго пришлось ждать трейдеру. Получилась это и хорошая сделка. Единственное, что хотелось бы, чтобы трейдер отмечал здесь еще, где у него находится стоп. Либо, как мы знаем, либо за свечой пробития, либо за фракталом ближайшим. Так, здесь мы видим, торговался, что это у нас, ГАЗ или СБЕР? Газпром. Шкалы у них сейчас практически одинаковые. Значит, гэповое движение вниз на открытии. Затем отрисовка консолидации. Но здесь трейдер увидел удержание уровня. Как мы знаем, после такого гэпового движения вставать против гэпа достаточно опасно. В этом трейдер убедился буквально через несколько минут, когда я выбил по стопу. Но затем трейдер абсолютно правильно понял, что не надо против движения идти. И здесь была правильно выбрана вот такая хорошая консолидация. Вход на пробои. И взято, как полагается, 120 фунтов. Понимаете, главные ошибки совершаем все. Это нормально абсолютно. Но главное вовремя сориентироваться, не наступать на грабли два раза на одни и те же. Если ты видишь, что тренд все-таки направлен и он есть. Ну зачем против тренда торговать? Здесь трейдер правильно выбрал позицию и хорошо сделал сделку. Ну вот здесь вопросов никаких трейдеру нет. Открытие с гэпом вниз. Очень много негатива на рынке. Затем поиск формации в продолжении негатива. Но, к сожалению, с первого раза не пошло. А вот более поздняя консолидация, более пологая. Отрисовано правильно. Вопрос к трейдеру. Где трейдер был? Почему пропущена точка? Отличная точка входа. Но пропущена. Жаль. Но надеюсь, что при таком правильном отрисовке в следующий раз трейдер обязательно зайдет в эту позицию. Так, ну я так понимаю, что по этой сделке какие-то вопросы еще остались. Да, есть один вопрос. Пожалуйста. Вопрос в том, что консолидация рисовалась несколько часов. Так. Нормально это или нет? То есть, когда я перерисовывал консолидацию на более пологую, то актив прошел фактически получается раз, то есть порядка четырех часов. Нормально это или нет? Это очень хорошо. Чем дольше формируется консолидация и чем более маленький угол наклона по отношению к горизонтали, тем лучше потом идет реализация. Просто здесь получается резкое падение, и потом такой вот в течение четырех часов такая болтанка. Ничего страшного. Если мы не видим признака разворота, то есть у нас как бывает? После гэпа идет долгий-долгий боковик, но если там образуются признаки разворота, то тогда возможно через 3-4 часа появление разворотной конструкции, тогда надо шарты все закрывать. Но если мы видим отсутствие разворотной конструкции, четко прорисованной консолидации с минимальным углом наклона, но я люблю такие конструкции, в ней надо обязательно заходить. Но здесь надо держать, как говорится, ухо востро, потому что в момент пробития очень близко лоу дня, понимаете, да? Когда у нас маленький угол наклона, недалеко осталось до горизонтали, и если там в этот момент может образоваться конструкция разворотная, тогда трейдер должен закрываться. Тогда выходить. Ну вот, понял, так вот такие нюансы. Не за что. Здесь нормально получается. Ну вот таким образом мы выяснили, как выходить в такой ситуации при ее повторении в будущем на таком же инструменте. Так, ну и вот еще Сбербанк. Максимум дня. Подержали. Ложный пробочек. Объемы. Правильный вход, вопросов нет. Дальше по стопу. Обидно. Перебили. Уже объем меньше. И вот, может, даже нету. Ну или вот он, непонятно, не вижу. Перезаход. Перезаход. Движение пошло. Дальше до цели не дошли. Чуть-чуть. Сто пунктов давали. Больше не давали. И дальше выход. Пришлось уходить трейдеру. Ну и вечерняя сессия. В принципе, здесь уже можно было выйти по 19.00 пораньше. Ну, как мы обычно выходим перед вечерним клирингом. Вот, поэтому... Ну, это около нулевая. Да. Там же перехай был на 3 дня. Можно было уровень повыше делать. Где? Ну, покажите. Полчаса прошло между хаями. Полчаса прошло. Можно было уровень сюда поднять, стоп короткий. Вход более по выгодной цене. И взять в 20.00. Можно было. То есть пораньше перезайти, получается. Да? Да. Так от этого уровня уже, естественно, что больше. Да, я думаю, что там все равно тейк тяжело было взять. 10. 100. 10 там, может быть. Но, тем не менее, полчаса прошло, перехай. Это я согласен, да. Ну, в целом, 10 это правильно. То есть было бы впереди побольше времени и у трейдера, и у рынка. То есть было бы это не в конце сессии, да, где-то. То было бы движение еще. 10 это абсолютно правильно. Вот это самое главное. Результат не так важен нам поначалу, нежели как правильно отточенное действие по торговой системе. Это важнее намного. Поэтому здесь все окей, около нуля, но ничего страшного. Ну что ж, ребята, на этом на сегодня все. Всех приглашаем в наш дилинговый зал и в мастер-группу для максимально эффективного подхода и разбора сделок ваших, и разбора сделок наших ребят, и разбора, в общем-то, рынка, который то волатильный, то менее волатильный. И вот когда он является в прайм-тайм, когда стоит отдохнуть трейдеру, обо всем об этом вы сможете узнать на вот таких реальных разборах очно вместе с нами. Поэтому приглашаем и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»